Религия и секс. Что может быть общего у этих совершенно, казалось бы, разных состояний человеческого ума, да и тела? Есть две общих черты. Ну, во-первых, это неизученность толком ни со стороны религиоведения, как правило, этим занимались либо историки, либо культурологи, но совершенно не представители моей школы религиоведения. Не со стороны богословия, потому что там все либо впадает в плоскость проповеди, либо вообще, как правило, умалчивается и является доступным лишь ограниченному количеству самых высокопоставленных адептов. Это первое общее. Второе общее. И религиозность, и сексуальность оказывают наиболее фундаментальное влияние на нашу жизнь, на наше поведение, на наши меры ощущения. Это крайности. Но противоположности зачастую сходятся. И в какую комбинацию в нашей личной жизни, в жизни наших близких эти противоположности могут объединиться? Вот если мы не будем думать об этом, то словами Аристотеля об этом будет думать кто-то другой. Вот для того, чтобы предупредить этот пробел, я и попытаюсь сегодня поговорить на эту весьма сложную, сомнительную, проблемную, трудную тему. А особенность сегодняшней лекции в том, что в ней будет много текстового материала. Поэтому, увы, в режиме подкаста, ну, прослушать все не получится. В любом случае придется поработать с какими-то текстами на экране. Итак, попытаемся понять, в каком отношении друг к другу находятся религия и секс, и как это может повлиять непосредственно на нашу личную жизнь. Под религией я понимаю системное мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. Под верой подразумеваю убежденность, не требующие доказательств. Это основные компоненты религии, формы культуры нерелигиозности. Об этом поговорим несколько позже. Под сексом я понимаю всю совокупность и свойств человека, и поведенческих характеристик, и самих действий, которые связаны с удовлетворением полового инстинкта. А то, чтобы у нас не получилось, как в знаменитой шутке Михаила Задорнова про графу секс, поскольку за рубежом в некоторых англоязычных странах термины секс и гендер уравниваются с нашим понятием пол. И в советское время некий турист в самолете заполняет графу, графа секс написал два раза в месяц. Чтобы у нас таких моментов не было, да, действительно термин секс понимается в нескольких смыслах. В русском языке, как правило, сексом называется деятельность. Почти исключительно деятельность по удовлетворению полового инстинкта. Но термин этот гораздо более широкий. Это не только самодеятельность, но это еще и анатомические, физиологические, психические и поведенческие черты человека, связанные с этим самым удовлетворением полового инстинкта. Поэтому это более обширное понятие. По этой причине мы и не будем на саму деятельность обращать особо внимание, хотя нам все равно на нее внимание обратить придется. Итак, значит, в чем особенность религиозного отношения к сексу? Я многократно рассказывал в своих лекциях на тему биохимии религии, фармакологии религии и так далее, о том, что в большинстве случаев сегодняшняя религиозность связана с удовлетворением того или иного гормональной нужды той или иной. Сегодняшний человек приходит в религию, делая практически всегда собственный свой выбор. Значит, поэтому он в религию приходит не потому, что его там покрестили с детства родители, хотя на эту тему у меня прошлая лекция была достаточно серьезная, в момент рассказа, а потому что он чего-то ищет в религии и чего-то хочет обрести там. Вот, ну, пойдем издалека. И так, значит, одно из ключевых понятий в религиях абсолютно всех, даже буддизма и даже индуизма, хотя там это выражено несколько своеобразно, это понятие чистоты и скверны. Значит, если мы сегодня просто проведем простейший эксперимент, мы просто погуглим тему, например, там религия и секс, вот, ну, мы увидим бесконечное количество улыбастых батюшек, различных мусульманских, протестантских проповедников, которые будут нам рассказывать, что вы, что вы, ни бог, ни мечети, ни церковь никаким образом не лезет к вам в постель, это ваше личное дело, вот, и прочее, прочее, прочее. Начнут сыпать какими-нибудь цитатами совершенно левыми, непонятно откуда, вырванными из какого контекста. Вот, дескать, это ваше личное дело, вот, богу богово, а постели постелево, сексу сексово. Но на самом деле не вполне так. Мы живем с вами в то время, когда происходит повсеместная гальванизация самых разных религий, но на первое место выходит, конечно, так называемое религиозное возрождение так называемых традиционных религий, в которых это понятие чистоты и скверны было не просто разработано, а подробно отточено на бытовом уровне. Поэтому сегодняшние улыбастые батюшки могут там, как Андрей Ткачев говорит, что церковь вам не лезет в постель, или коим образом это ваше личное дело. И даже приводить какие-нибудь цитаты. Но вероучение и этика, и мировоззрение, и бытовая практика, это совершенно разные вещи. Особенность традиционных религий в том, что люди туда приходят за привязкой к некой традиционности, к некоему вечному порядку вещей, который не испортился под влиянием времени, который до сих пор представляет для нас возможность прикосновения к чему-то вечному, истинному, давнишнему, всегдашнему. На этом настаивает ислам, на этом настаивает православные различные динаминации, на этом даже католическая церковь настаивает, в том, что, дескать, у нас определенный сложившийся уклад. И вот в этом сложившемся укладе понятие чистоты имеет доминирующее значение. С одной стороны, мы живем в совершенно современном мире, который не просто пережил сексуальную революцию, но интегрировал ее в себя. Как одеваемся мы сегодня? Достаточно просто воскресить, например, портрет современного бизнесмена и бизнес-леди, для того, чтобы обратить внимание на то, как трансформировалась даже деловая одежда, то, что в норму вещей вошли понятия, за которые буквально сжигали еще лишь 300 лет назад, такие понятия, как выбор себе собственного партнера, как беспорядочные сексуальные связи, как отсутствие какого-то регулирования сексуальной жизни, половое воспитание детей. Значит, секс, самое главное, секс как деятельность оторвался от репродукции. Об этом писал Фрэнчис Фукоямо в своей книге «Великий разрыв» о том, что два величайших изобретения 20 века, изменившие всю мировую историю, это атомная бомба и противозачаточная таблетка, благодаря которой сексуальная деятельность перестала быть чреватая, чреватая рождением детей, привязанной к семье, спиногрызами и так далее, всеми этими терминами. Так что теперь это превратилось лишь в удовольствие. Мы живем с вами в эту эпоху, когда люди зарабатывают деньги, работая в офисах, на фабриках, в магазинах, для того, чтобы удовлетворить различные потребности, первичные и основной из которых, все мы знаем, является потребность сексуальная. Но, тем не менее, в нашем мире религия не просто присутствует, но она накидывает определенный какой-то свой платок, покрывало, вот на эту деятельность, причем делает она это весьма и весьма эффективно. Итак, как это происходит? Так, один момент, меня сейчас слышно-видно, то у меня моргнуло здесь. Слышно-видно, все хорошо. Итак, моя авторская схема религиозности. Не религии, как форму духовной культуры, подчеркиваю, а религиозности, как внутреннего состояния каждого отдельного человека. Я про это много говорил, со мной спорили, я отбивался, но это, так или иначе, моя рабочая концепция, на которой выстраиваю всю свою теорию. Согласно которой, религиозность человека начинается с ущерба, какого-то, благодаря которому он не может себя, как все остальные, чувствовать адекватно в этом мире. Дальше этот ущерб приходит к определенному страху, когда человек стоит перед выбором, либо ему нужно просто умереть, поскольку он в этом мире неконкурентоспособен, невыживабелен, либо превратится во что-то другое. И дальше вот этот страх превращается в отдачу себя чему-то большему, в превращение себя в нечто иное. Значит, этот пункт мы называем верой, как убежденность, не требующая доказательств, как ключевой момент принятия какой-то системы ценностей, как правило, религиозной. Ну, не обязательно. Сегодняшняя конспирология тоже весьма в этом направлении работает. То есть, говорить о том, что люди испытывают какие-то озарения, какие-то откровения сверхъестественные, ну, это как минимум смешно в нашем современном мире, поскольку, опять же, нам повезло глубоко, если у нас в круге общения в нашем религиозном есть хотя бы один человек, даже из среды духовенства, даже из среды монашества, который расскажет о каком-то откровении, как апостол Павел, который шел по дороге мучить христиан, вдруг хлобысь, ослеп, обратился к тому, кто сделал его слепым. И, значит, оказалось, что тот самый Иисус Христос, как говорит нам текст Библии. Вот, если мы говорим с сегодняшними проповедниками, богословами всех религий, они начнут нам рассказывать про систему ценностей, про мировоззрение, про свои общие внутренние ощущения, дисгармонию с современным миром. То есть, мы говорим об интеллектуальном принятии. Религиозность начинается с принятия некой системы ценностей, в которую я просто вхожу как солдат. Как кинчик любит говорить. Ну, что церковь? Церковь это армия, а я в ней солдат. Что прикажешь генерал, то и буду делать. И дальше, после этого, начинается уже непосредственно сама деятельность религиозная, которая связана, в первую очередь, с очень глубокой, сложно проработанной системой поклонения и преклонения перед различными священными формами, выражающимися в людях, в предметах, в жизненных ситуациях и так далее. И следующий очень важный момент, это отграничить. Отграничить себя от того мира, из которого я вышел. Поскольку, собственно говоря, ради этого-то весь сыр бор и затевался. Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, пишет Иоанн Богослов в своем послании. Мир во зле лежит, говорится в другом месте. Поэтому все, что за пределами религиозной общины, это зло. Миром правит дьявол. Поэтому, собственно, все, что в мире хорошо, естественно, в религиозных организациях, неестественно, нехорошо, противоестественно и прочее. Ну, не противоестественно, а лучше говорить, у нас сверхъестественность. То, что предлагает религия человеку современному, это сверхъестественно. То, что предлагает мир сей грехопадшей, это противоестественно. Вот такие словесные игры. У меня словесным манипуляциям посвящен отдельный вебинар. Когда-нибудь оцифрую, выложу его. Так что то, что снаружи мира, это совершенно неправильно. И если в окружающем мире 2 плюс 2 равняется 4, то церковь будет, не только церковь, религиозная организация будет из кожи вон лезть, чтобы доказать, что 2 плюс 2 равно чему угодно, но только не 4. Так рождается понятие чистоты. Я ограничиваю себя от того, что в мире нормально, естественно и прочее. Но, разумеется, от всего ограничить нельзя. Люди зарабатывают деньги, покупают еду, выпивку, играют в игры, занимаются сексом, куда-нибудь ездят, спят, развлекаются разным образом. На все это ограничение 100% разумеется поставить нельзя. Хотя пытаются. Все религиозные практики видят перед собой самую большую розовую мечту. Это полное превращение человека в собственного адепта. Так сделать так, чтобы он полностью был оторван от внешнего мира. На этом основаны монашеские различные дисциплины. Но все-таки даже монахам нужно кушать, а для того, чтобы кушать, эту еду нужно где-то получить. И монахи испытывают блудные помыслы, поэтому с этим надо что-то делать. Поэтому нужно очень четко выстроить грань, что можно, а чего нельзя. Это понятие чистоты. Итак, немножечко окунемся в дебри нашей родной культуры, поскольку она нам ясна. И на ее примере я попробую показать, как исторически складывается понятие чистоты скверны в отношении к телесности человеческой и, в частности, к сексуальности. Итак, во-первых, одежа приличествующая, возмущение перед окружающим миром, перед тем, что в нем естественно и небезобразно, это то, с чего начинается. Например, старое русское слово «срам», которое имеет два смысла. Это не просто некая непотребная деятельность. Мой отец очень любил на эту тему смеяться, говорит, как это непотребно, еще как потребно. Очень потребно, просто не получается. Вот, а вы обзываю непотребством. Это первый смысл термина «срам». Второй смысл термина «срам» — это половые органы. И все, что с этим связано. Вот в этих двух смыслах в русской культуре традиционной, средневековой, слово «срам» использовалось. Сегодня осталось практически только в первом смысле, хотя и в банях порой говорят «срам прикрой». Так что, в общем-то, это никуда не ушло. Итак, одежда. Вот перед нами характерный пример такого традиционного одеяния, которое показывает нам очень много не просто аспектов, связанных с сексуальностью человека, но и даже с гендерными особенностями. Итак, во-первых, одежда всегда была в традиционной культуре, не только в русской, не только в православной, не только в христианской, а в традиционной культуре религиозной. Одежда всегда была многослойной. Чтобы телесность человека упрятать как можно дальше, даже в жару, в самое пекло, на Руси ходили не менее, чем в двух слоях одежды. Нижняя и спотняя, которую никто не должен был видеть, и верхняя и наружная. А и ходить только в исполнение дозволялось один раз, в общем-то, в жизни. Вот не зам общества. Это во время Синокоса. Об этом много различных произведений литературных посвящено этим аспектам. Чем ты выше по социальной лестнице, тем больше у тебя слоев одежды. Аристократы ходили в шубах, в меховых шапках, даже в самую большую жару. Поэтому строили для себя жилища таким образом, чтобы в них внутри всегда было прохладно. Не взирая на то, что творится снаружи. Это не только свидетельствует о том, что они богатые настолько, что могут позволить себе купить с собой шубу. Это свидетельствует в первую очередь о многослойном отсечении себя от телесности. Вот пример картины Маковского коза. Вот пример того, как это все выглядело на практике. Во-первых, обращу внимание на очень важный аспект перевести. Пояс, который всегда снаружи. Человеческое тело, возможно, за учением Платона, делилось на три части. Даже Платон еще об этом писал. Христиане это инкорпорировали в свое вероучение. Душа человеческая стоит из той части, которая соответствует человеческому черепу, до подбородка. Это разум. От подбородка и до диафрагмы это воля. От диафрагмы и ниже это влечение желания. Платон на эту тему много раз суждал и шутил, что происходит и среди части меняются местами. Если воля с разумом поменяется, то это, видимо, сегодня мы скажем, шизофрения. А если влечение сразу поменяется, мы называем это юностью. Так, чтобы это можно много говорить и шутить. Но так или иначе, вот в русском традиционном костюме, я на его примере привожу, значит, это разграничение видно. Значит, то есть нижняя часть символически отсекалась. Все, что ниже пояса, было непотребной частью. Значит, настолько непотребно, что даже если ты просто вот коснулся, например, штанов или нижнего края рубахи, то у тебя руки уже осквернены. Нужно их в обязательном порядке помыть, прежде чем прикасаться, например, к каким-то священным предметам. Значит, не поэтому, разумеется, полностью из культуры изымалась такой вид одежды, как... Это такая деталь одежды, как карманы. Поскольку карманы, ну, если они где-нибудь нагрудные, возможно, но если карманы на брюках, то все, что в них, это уже оскверненный предмет. Потому что он находится в непосредственной близости. Да, к этому можно применить еще ряд определенных гигиенических требований, хотя сводить религиозные запреты к гигиене, но это, ну, как минимум, как-то шкалярная вообще какая-то подростковость, незрелость суждений в этом случае. Хотя элементы правды есть, конечно. Мы живем в эпоху, когда туалетной бумаги... Мы говорим, вернее, об эпохе, когда туалетной бумаги не было, а в туалет в лучшем случае ходили с кружкой, в лучшем случае рвали лопухи, которые рядышком росли, а в худшем случае, в самом худшем случае, вообще. Поэтому средневековый образ жизни, в общем-то, был связан с неприятными запахами, которые были отовсюду. Поэтому, собственно, говорить о том, что нижняя часть одежды, которая ниже пояса, была элементарно грязной и вонючей, ну, это, само собой разумеется. За этим и не следили. Это отсекало. Мы с вами видим образ человека достаточно низкого уровня, потому что у него, в принципе, возможно, даже из поднего никакого нет. Он перед нами стоит в рубахе, которая, возможно, надета на голое тело. Ну, это и подчеркивает самим образом этого. Так что три части тела. Высшее, где, собственно говоря, коренится представление о Господе Боге и законах мироздания. То, что мной двигает жизни, собственно, где вера-то моя и содержится. И внизу, вот под диафрагмой, те мои срамные уды, которые мучают меня, заставляют нарушать религиозные запреты и творить непотребства. Для примера можете посмотреть даже столетней давности фотозарисовки того, как выглядели большинство населения местечковой России, крестьянской. Говоря о женском костюме, мы видим несколько другие аспекты. Женская одежда перевязывалась, ну, только если речь шла о, значит, каком-то высшем социальном статусе. Но даже символический женский сарафан, русский, по крайней мере, он был открыт к низу. То есть женщина, она вся к низу открыта. Женщина, она вся, в общем-то, непотребна. Мы опять же говорим с вами о эпохе, когда, ну, разумеется, отсутствовали там гигиенические прокладки или тампоны. Значит, когда там каждый месяц, несколько дней женщина была в прямом смысле слова, непотребной. И все остальное время тоже. То есть даже женская одежда показывает, что если мужчина перевязывает, у него нижняя часть перевязана, то женщина не перевязана. Практически, условно говоря, сама архитектура женской одежды, это как рупор, обращенный к низу, к матери земли. И через этот рупор, вот рупор, вот эта вот вся животная, земляная, естественная энергия, дует, как воронку, прямо в женскую голову, которая, ну, соответственно, по логике вещей мы говорим о традиционной культуре. По логике вещей это голова глупая, она мыслит только о земном, она не может вместить в себя ничего духовного. Поэтому апостол Павел пишет в священном, в своем послании, учить жене в церкви я не позволяю, но если хочет чему научиться, пусть спрашивает дома своего мужа, ибо не муж создан для жены, а жена создана для мужа. То есть она вещь, она способ удовлетворения инстинктов, она способ размножения мужского. Бог в традиционных культурах практически всегда уравнивается с мужчиной, ну, а про женскую долю мы поговорим чуть позже, несколько отдельно. Вот, это первый аспект, то есть даже на уровне традиционной одежды мы уже видим такое определенное разделение человеческого тела на определенные зоны и неравенство в отношении к телу мужского и женского. Значит, даже сегодня тоже можем видеть сегодня некоторые там традиционалисты, националисты, когда отправляются на какие-нибудь там форумы, посвященные возрождению древних преданий, или просто там идут в церковь на тражечное богослужение, они точно так же одеваются. Так что, в общем-то, это не является никаким атрибутом музейным. Теперь поговорим о речи. Значит, ну, перед вами фотография знаменитой берестяной грамоты, которая позволяет сделать выводы, что давным-давным-давно, еще в эпоху Новгородской республики, люди матерились, матерились активно. Срамословие русское, практически, ну, не только русское, это общеиндоевропейское, привязано к сфере размножения. Но особенность любой филолог подтвердит, в общем-то, я повторяю фразу моего друга-филолога, который, правда, сейчас священник, что только в русском языке наиболее огромная разница между абсцентной и повседневной лексикой. Ну, в данном случае мы видим кадр из фильма «Полицейская академия». То есть речь идет о событии, которые происходят в Нью-Йорке. Это слово ассоциируется с русской культурой, с эмиграцией и прочей, 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 которые перед вами на экране. Да, безусловно, в английском языке тоже есть такой же мощный набор слов, но нет такой большой разницы. Факать может и преподаватель во время лекции. Но аналогично нашему современному, ну, наверное, чертыханию. Если преподаватель говорит, черт возьми, что за чертовщина? Мы воспринимаем это как некое отступление от интеллигентных норм. Вот, но не как нечто возмутительное. Но попробуй-ка проматерись в приличном обществе. Хотя сегодня тренд на это очень сильно идет. И вот продвигают, конечно, все эти наши рэперы, которые думают, что для того, чтобы чувствовать себя продвинутым, настоящим, современным европейцем, достаточно сделать кальку с текстов афроамериканских рэперов на русском языке. И там, где они факают, ну, точно так же говорить. Конечно, сегодня, общаясь с молодежью, ну, я до сих пор не могу подавить себе вот эту вот неприязнь, когда я слышу, что когда священными матерными словами не ругаются, а говорят. И когда мне ко мне обращаются, говорят, Кирилл Михайлович, вы что, не материтесь? Я говорю, еще как матерюсь. Вот, когда я ругаюсь, но я не говорю матом. Это мне жалко вас, молодежь. Что же вы будете использовать, когда вам надо будет эмоции выразить? У вас они уже в повседневность включены. И когда какая-нибудь миловидная, красивая девочка, значит, рассказывая по телефону подружке о том, как она ходила в какой-нибудь супермаркет в воскресенье, 40% без речи, это такие слова, которым бы советский сантехник позавидовал. Ну, как говорится, уши вянут. Это серьезный какой-то определенный культурный феномен, который еще ждет своего исследования. И то, что даже просто мое поколение на это обращает внимание, хотя Дора старается быть в тренде, не отставать от молодежи, ну то стиль. Вот, это, конечно, является символическим. Так что мы говорим о том, что у нас не только одежда, но даже речь разделена. Речь формирует наше сознание. В речи есть то, что можно и чего нельзя. И то, чего нельзя, опять же, связано с репродукцией, опять же, связано с деторождением, ну и деятельностью, которая эволюционно сложилась так, чтобы нас поощрять к этому самому деторождению. Вот мы к этому логически пришли. А зачем это деторождение вообще нужно? А что такое секс? Что такое пол? Что такое гендер? Об этом как раз и поговорим. Итак, значит, я иногда на эту тему со студентами люблю шить и таким образом. Я говорю, как, кого Бог сотворил? Как звали первых людей, сотворенных Богом? Мне отвечают, разумеется, ну, Адаму я бы говорю, ничего подобного. Это ошибка. Ошибка глубоко, смысловая. Бог сотворил Адама. И какое-то время Адам жил в райском саду в одиночестве. А потом, если следовать тексту Священного Писания, Библии, который повторяется реминисценциями и в христианском Новом Завете, и в исламском Коране, Бог создал Еву для Адама и из Адама. В этом, возможно, тоже проявляется заимствованный христианами платонизм, поскольку Платон писал о том, что первые люди были обаеполы. И потом вследствие Боги сделали людям очень большую гадость. Они людей разделили на два пола, мужской и женский. Поэтому, значит, мужчина всегда тянется к женщине, а женщина к мужчине. Это, естественно, для того, чтобы создать единый плоть, единый союз мужского и женского. Об этом поговорим также отдельно. Ну, а те, кто воплотил это в себе, гомосексуалы, трансгендеры и прочее, те особые существа, которые сохранили в себе вот эту изначальную нерасчлененность на два пола. Поэтому в греческой культуре представителем которой был Платон, вот эти самые люди не только не считались каким-то позором, наоборот, эти люди считались особо благословленными. Я имею в виду людей, не гермафродитов даже, а тех, у которых вот это гендерное разделение на мужское и женское разделено. Некоторые христианские богословы тоже, в общем-то, это повторяют даже напрямую, о том, что изначально в Адаме не было разделения на мужское и женское. И потом, следуя тексту Библии, увидев Бог, что, значит, Адам один, нехорошо быть человеку одному, наслал на него сон, взял у него ребро и создал для него жену. Сказал, плодитесь, размножайтесь и так далее. Вот, значит, то есть женщина была создана для мужчины, для того, чтобы обеспечивать его размножение. И для того, чтобы ему было хорошо. Ну, а хорошо и размножение, это уже, согласно тексту Библии, эти вещи уже взаимосвязаны. Так что изначально традиционные религии, ну, во-первых, конечно же, это иудаизм, христианство и ислам, во всех своих многообразиях изначально говорят о неравенстве мужского и женского. Да, конечно, сегодняшние улыбастые проповедники нам твердят, что это, дескать, это не то, что вы думаете, это не то, что имеется в виду, а это совсем другое. Но так или иначе, никто не идет на изменение текста священного писания, который лежит в основе. Поэтому, хотя сегодня в лютеранских молитвенных домах венчают гомосексуалов, и даже геи и лесбиянки могут возглавлять наиболее такие обновленные, модернизированные направления в современном протестантизме. В целом, даже у них существует то представление, о котором я говорю, хотя они пытаются умалчивать, обходить в сторону и так далее. что полноценный человек это, в общем-то, правильный человек, это и не мужчина, и не женщина. Полноценный человек это вот этот самый союз мужчин и женщин. Но этот союз неравноправный. Союз мужчин и женщин это как союз едока и еды. Это как союз автомобилисты и автомобиля. Не надо из зависимости друг от друга выводить равенство. Это неравноценный союз. Фреска Микеланджело показывает интересный аспект. Если мы уберем с Господа Бога бороду, мы увидим, что практически они близнецы с сотворенным Адамом. Он только создан, так что Ева пока что еще присутствует в нем внутри, где-то там на уровне костной ткани. На эту фреску очень много говорится до сих пор. Фреска Микеланджело обращает внимание на то, что это облако багрового цвета, окружающее Бога Саваофа, Творца, оно по форме напоминает женскую матку. И, видимо, это не случайные такие аллюзии, допущенные Микеланджело. Значит, ну, на эту тему можно и поговорить, почитать. Мы сейчас в эту сторону отклоняться не будем. Итак, правильный человек – это даже и не мужчина, и не женщина. Правильный человек – это семья. Поэтому естественное стремление человека, стремление к женщине для того, чтобы рожать детей и быть единым организмом. Но в этом союзе, как любит сегодняшний мусульманский проповедник, говорит, да, женщина – это тело, которое жрется, выкупляется и гадит. А мужчина, ну, не так они, конечно, говорят, они подразумевают. А мужчина – это голова, которая дает себе отчет в том, что тело может быть правильным и неправильным. Это тело лечит, укращает, порабощает, любит, холит, лелеет, как угодно. Все, как голова решит. Значит, вот это отношение нашло свое отражение в словах апостола Павла в послании к Коринфянам, где речь идет об отношении мужчины к женщине. Ну, текст на экране, пожалуйста, можете его прочитать. Для чем нужны муж и жена? Они не равны в чем-то, а в чем-то равны. Равны они в том, что составляют единое тело. Не равны своей роли в этом теле. Поэтому апостол Павел осуждает мужчин, которые равнодушны или жестоки по отношению к своим женам и требуют, чтобы они относились к женам как к части своего собственного тела. Вот это важный аспект, о котором стоит следующее потом поговорить отдельно. Потому что христиане очень любят утверждать, что их религия – это религия любви. Но по-христиански любить – это, в общем-то, значит обладать. Эта тема чрезвычайно развита в книге, ну, выдающегося христианского проповедника и одного из величайших писателей 20 века, Клайва Стейлбса Льюиза, автора «Хроник Нарнии». Но это в его последнем крупном произведении «Тилби Хэф Фэйсис» «Пока мы лиц не обрели». Вот там вот это размышление о смысле любви, о том, что значит любить. И отдаваться, обладать или как-то сотрудничать на равных многократно просвечивается. Но я люблю свою руку, потому что она моя, я буду делать для нее все, чтобы она была здорова. Но если речь зайдет о гангрене, об опасности для всего моего организма, ну, я, может быть, и пострадаю несколько секунд, но побегу скорее к хирургу, чтобы он эту длань ампутировал, если от нее может быть заражение всего остального организма. Вот. Тем не менее, обратите внимание на вторую часть фразы «Безбрачные и вдовы». Апостол Павел утверждает, что потребность человека в лице другого пола – это голос плоти, который нам практически невозможно преодолеть. Но если ты преодолеешь его, честь и хвала тебе. Поэтому он советует не жениться. Он советует воздерживаться от этого чувственного для того, чтобы вот эту энергию, неудовлетворенную, взять и обратить в духовную деятельность. Поскольку, безусловно, об этом и Тесла многократно утверждал, об этом даже и Вассерман говорил, что сексуальное… Ну, сколько об этом писал Фрейл на тему мощности сексуальной энергии, которая обращена не в секс, а во что-то конструктивное другого рода. В литературу, в проповедь, в науку человек относится к своей деятельности так, как относился бы к жене. В этом, конечно, и сила, и слабость, например, католической церкви, где до сих пор принципиально все духовенство может быть монашествующим, может быть не монашествующим, но они все целебаты. Они все дали обет безбрачия и неприкосновения к женщинам. Ну, к мужчинам, как бы, тоже, предположительно. Вот, ну, в этом, конечно, сила католической церкви, потому что спиногрызы не требуют отвлечения внимания на себя, а может сосредоточиться на проповеди каким-нибудь индейцам. Ну, в этом и слабость, конечно, педофилические скандалы, которые практически разорвали в клочке американскую часть католической церкви, вот, например, дав возможность для развития американской православной церкви. Это на наших глазах все происходит. Так что, вот говоря о неравновесности этого союза, подводя промежуточный итог, секс нужен только для деторождения, полноценность человеческой жизни – это не мужчина и не женщина, а жизнь в семье, но можно это разорвать и для того, чтобы отдаться Богу. Терезавильская, например, одна из выдающихся католических святых. Можете почитать ее тексты, конечно, переведенные на русский язык, ну, как сказал проповедник современный отец Олег Стеняев, уши вянут, когда мы читаем про то, как относилась к Богу католическая святая. Да, потому что восприятие Христа как своего жениха, отношение к религиозному экстазу как к оргазму – это, конечно, особенность такого женского, духовного, мистического пути, ну, в католичестве. Говорить о православии мы практически не можем, потому что эта тема, она, ну, почти полностью закрытая, хотя мы ее частично немножечко все-таки коснемся. Итак, значит, текст обозначен, как это проявляется на практике, поскольку батюшки могут писать все, что угодно, проповедовать, заманивая в свои храмы, в мечети, в синагоги, в дацаны даже, могут как угодно, а значит, но то, что внутри, это совершенно другое. Вот, и так мы видим уже начало определенных ограничений на тему сексуальной жизни, что можно, что нельзя, с кем можно, с кем нельзя. Если секс, то только со своей собственной женой, а значит, с чужой женой нельзя. Прелюбодеяние, не прелюбы сотвори – одна из заповедей Ветхого Завета, перешедшая во все три остальные авраамические религии, иудаизм, христианство, ислам. Причем под прелюбу сотвори – прелюбодеяние, то есть, когда ты выходишь за рамки любодеяния. То есть, любодеяние – это любовь только со своим, только с женой, ну или с женами, в случае средневекового иудаизма и современного ислама. А если ты приступаешь к эти рамки, то это прелюбодеяние. И без разницы по большому, что же с кем ты приступаешь. Но все-таки гораздо хуже, если ты это делаешь с замужней женщиной. Тогда ты покушаешься на чужую собственность. Если ты это делаешь, например, с монахиней, ну, это уже другой каленкор. Ну и самое простое, конечно, если ты делаешь это с чужой, например, вдовой, значит, или просто не замужней женщиной, но только не с девицей. Поскольку сорвать, так сказать, сорвать фабричную упаковку, значит, с дамой, которая может быть кому-то другому отдана, ну, это самое страшное. За это многократно описаны кровавые разборки Ветхого Завета, за то, что где-то кто-то, когда-то, какой-то иноплеменник, осквернил наших женщин, в особенности девиц. Так что это отдельный разговор. И так, значит, до сих пор, говоря о традиционных религиях, значит, человеческая жизнь весьма серьезно ограничивается. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти, и я разделен, пишет апостол Павел. Поэтому нужно четко отрегулировать телесную жизнь. В первую очередь, конечно, это пост. Пост и молитва. Ну, молитва – это духовная деятельность, а пост – это то, что способствует духовной деятельности. То есть поменьше жрать, поменьше развлекаться. Сегодняшние батюшки говорят о том, что надо поменьше быть в Инстаграме, значит, поменьше ходить в кинотеатры. Ну и, конечно, один из главных ограничителей – это не колбаска. Ну, кочень, кочень, колбаска, конечно, но в другом смысле, в метафорическом. Главный ограничитель – это ограничитель жизни семейного. Смысл поста в том и состоит. Спасибо за вопрос, Данила. Смысл поста в том, что состоит, что выстроить иерархию духовную мы ставим выше материального особенного порядка. И это нельзя делать постоянно, потому что иначе люди к этому привыкнут и будут обмананы. Есть время постное и время непостное. Вот. Иерархия сохраняется всегда. Духовная выше, плотское ниже. Поэтому огромное есть количество запретов на различную пищу и на виды секса и на различные телесные какие-то услады даже в непостное время. Там нельзя есть крольчатину, там нельзя есть свинину, согласно тексту Библии. Вот, кстати, почему нельзя есть? До сих пор это открытый вопрос. Значит, в этом очень много говорится, но до сих пор это, в общем-то, не четкого понимания среди религиоведов. Почему такие запреты наложены? Ну, если мы почитаем Бетхий Заряд, мы увидим огромное количество ограничений, которые в непостное время накладываются. На секс также. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Вот. Но речь идет о непостном. А во время постного времени, тогда еще более жестко ужимается твоя телесная жизнь. Для того, чтобы ты четко перевернул свою иерархию, и даже если ты обнаглел за все остальное время, вот, чтобы здесь тебя вернуть к изначальности. Духовное важнее. Тело плохое. Тело зло. Тело плоть. Тело порождено нашим миром, а все, что в мире, похоть, плоти, похоть, а чей гордость житейская. Поэтому я запрещаю себе кушать мяско, смотреть сериальчики, играть в азартные игры. Ну, у меня выделяется время, чему я ему должен посвятить, и я посвящаю его молитве в особенности. И, конечно, в этом же смысле супружеских воздержаний. Если мы возьмем традиционные религии, вот перед вами церковный календарь, одного из самых буквоедских направлений в русском православии, это русская православная старобрядческая церковь. Если мы даже визуально просто проглядим количество постных дней, то мы видим, что количество постных дней чуть-чуть повыше по своему общему объему, чем количество дней с коронной. То есть пост полгода. А если мы возьмем еще отдельные ситуативные различные какие-то ограничения в отдельные праздники, то чуть больше полугода. То есть время, когда я могу просто мясо жевать, весьма ограничено. Если я монах, я вообще не могу мясо есть, я полностью посвящаю себя Богу. Значит, и соответственно, монахи берут один из главных обетов, это обет безбрачия и целомудрия. В этом смысл поста. Это ограничение, уничижение, ущемление, подавление своей телесной части для того, чтобы душа развивалась. Вспомните первый слайд разграничения человеческой души даже на примере одежды. Вот для того, чтобы побольше увеличить то количество моей духовной, душевной, святой части моей души и подавить такую часть моей души, в которой большую роль играет вожделение, жажда, похоть и так далее. Образцом, конечно же, являются люди, как я уже говорил, приводя в пример апостола Павла, слова апостола Павла, которые вообще смогли преодолеть вот это половое разделение. Про это потом отдельно поговорим. Которые смогли отказаться вообще от сексуальности. В частности, мифология, которая не подтверждена священным писанием, но она по графическому уровню содержится в церковном предании. О том, что, к примеру, говорят, каким образом родился Иисус Христос? Не сексуальным. Абсолютно. Он родился девственницей по православному преданию. Он родился даже не естественным путем, а Бог и сбоку твоего пройди, как поется в одном православном тексте. Значит, то есть, не через детородные органы, а откуда-то сбоку Иисус Христос появился. Вот. И Богородицу православную называют присно девой, то есть вечно девой. И до рождения, и после рождения девой. То есть, она не бывала ни в каком сексуальном союзе со своим супругом. Да, было множество различных сект, отпетлений от христианства, которые настаивали наобратно. Вот. Значит, иудеи, например, по-другому, мусульмане воспринимают, они не признают этот апогреб. На апокрифическом уровне, например, содержатся представления там о, например, Бога Отцах и Акимии Анне, то есть родителей Пресвятой Богородицы, которые после ее рождения жили друг с другом как брат с сестрой. Или, например, тоже утверждение об одном из главных символов православия XX века, одним из главных персонализаций православия, это свято Иоанн Кронштадтский, который жил со своей супругой, он был не монах, он был женат, но, дескать, якобы, вроде как, он жил со своей супругой как брат с сестрой. То есть это образец вот этого подавления сексуальности, поскольку это неправильно, ну куда ж с вашими с вами грешниками деваться. Вот и по этой причине элита в христианских, в особенности, динаминациях традиционных, элита всегда монашеская. В православии вообще-то выражено очень четко, то есть не монахом может быть только священник. Если ты хочешь стать епископом, хотя нигде на это не четкого правила, но ты в обязательном порядке должен принять монашество. То есть абсолютно все выше духовенцов православия монашеское, включая патриарха, вот, мы не будем говорить там о пыльных квартирах, о геленджикских виноградниках, вот, ну будем верить, продолжать, что монах живет по-монашески, поскольку он дает не только обет подчинения старшим, не только обет безбрачий, но обет нестяжательства. Но поговорим все-таки пока о, значит, католической церкви, например, у огромное значение играют монашеские ордена, там несколько иначе выражено отношение, значит, формально, формально духовенство даже высшее может не принадлежать монашеским орденам, хотя все сто процентов безбрачное, но на практике, если мы видим кардинальский корпус и, конечно, римские папы все сто процентов монахи, вот, так что, вот мы видим, то есть эти люди составляют определенную элиту, если я отказываюсь от плоти, от плотской жизни, ну, значит, я помышляю о духовном, выражаясь словами апостола Паула. Значит, что происходит на практике, хотя, значит, современные проповедники любят, опять повторю, третий раз фразу о том, что повторять, о том, что церковь не лезет вам в постель, ну, на практике, в общем-то, лезет, и лезет весьма серьезно, трактуя то, что можно, чего нельзя, в каких позах можно, в каких нельзя, в какие дни можно, в каких нельзя. Вот, мне очень нравится вот это вот изображение одного из самых гламурных православных епископов в современной России, епископа Петерима, значит, с парой, которую он только что обвенчал, на фоне праздника, символизирующего современную сексуальную программу современной модернизированной православной церкви, это новый праздник, который на наших глазах тяп-ляп сделали, День Петра и Февронии, которые принципиально, видите, одного роста, у них одинаковое позиционное размещение, то есть попытка взять, инкорпорировать православное традиционное учение современное наследие сексуальной революции, говорю не о сексе, а о правовом и психологическом последствиях сексуальной революции, церковь его пытается инкорпорировать, для того, чтобы быть современным, в наших глазах возник вот этот вот праздник Петра и Февронии, православных князей, святых, которые, значит, держались друг за друга, ну, как брат держится там за сестру, а скорее, как держится брат за брата. Хотя, про за 2000 лет, конечно, православная церковь накопила огромное количество историй, в том числе, например, Адриан и Наталья, где совершенно по-другому выражен дисбаланс, где в момент мысли об вероотступничестве супруга сказала мужу, я уйду от тебя, и я не буду жить с тобой, если ты отступишь от веры. Вот, то есть она обозначила, кто есть кто в этом союзе. Извините меня за метафору грубую, но православный, вообще христианский брак, по большому счету, это, конечно же, секс втроем, где в обязательном порядке с тобой присутствует кто-то третий. Конечно, это третий, Господь Бог. Но поскольку Бога словами апостола Иоанна, богослова, никто не видел нигде, никогда, поскольку от имени Бога присутствует, конечно, какой-то его земной агент. Либо в прямом смысле, ну, конечно, не подсматривают, зачем это нужно, если они все равно придут к нему на исповедь. Он их соединяет. Церковь утверждает о том, что секс вне брака это чудовищный, страшный грех, это нарушение заповеди Господни о прелюбодеянии. Заниматься сексом можно только обвенчавшись. Вот, очень серьезные актерки ведутся на тему, например, гражданского брака. В церкви немножечко свой лексикон гражданским браком называется брак, заключенный в органах ЗАГСа, а не гражданское сожительство. Об этом сегодня очень много дискуссий ведется. Вот, значит, как быть с теми, кто, значит, имеют просто штамп в паспорте, но не венчаны. Ну, по умолчанию церковь сегодня их приравнивает к венчаным. Как быть с теми, кто живет в гражданском браке, например, десятилетиями, даже штампа в паспорте не имеет. Вот здесь проблема, это одна из самых обсуждаемых сегодня тем. Но если вы не имеете штампа в паспорте, но обвенчали все, сдергиваете, покрывался свои постели, простор открыт вам. Ну, конечно, дальше нельзя повторять вторую часть этой фразы летовской, ничего святого, поскольку очень-очень много святого с различными уже устаревшими сегодня ритуалами, занавешивание икон, отворачивание там Христа, сегодня этого всего нет. Но есть представление о том, что можно, чего нельзя. И это представление до нас наносит батюшка. Мне очень всегда умиляет, как плодыченька Петерим вот нашел позиционное решение для того, чтобы сфотографироваться с ребятами, которых вот только что обвенчал. Он между ними стоил. Это взято с его страницы ВКонтакте. Это одно из лучших представлений о том, что такое христианский брак, что такое христианская семья по своей натуре все-таки. Теперь поговорим о слабой части, о женщинах. Меня постоянно упрекают феминистки в том, что я на них обрушиваюсь какой-то патриархальной, мужецентричной, женоненавистнической критикой. Я в ответ всех абсолютно аргументированно обвиняю в гораздо более страшном грехе, в отсутствии чувства юмора. Итак, на практике в традиционных религиях всегда наличествует ограничение женщины. Почему? Я говорил выше. У женщины есть свое целевое предназначение. Если мы, например, в ислам закинем наше внимание, то до сих пор исламские богословы не могут договориться по одному из важнейших вопросов для женщин. Собственно, женщины имеют душу или не имеют. Попадают они в рай или не попадают. Более того, даже все райские блаженства, которые перечислены в Коране, все эти гурии и так далее, они все, в общем-то, интересны только мужикам. Так что многие до сих пор проповедники мусульманские утверждают, что по большому счету женщина это аппарат по обслуживанию мужчин. В традиционном иудаизме, например, вопрос многоженства, если я не ошибаюсь, только в начале 20-го или конца 19-го века был решен в отрицательную сторону. Хотя права женщины по отношению, права жены по отношению к мужу своему, они весьма высоки в сравнении с исламом иудаизме. В христианстве отдельный, конечно, разговор. Женщина не чисто по самой своей природе, который выражается в том, в чем женская природа проявляется. Месячные в храм заходить нельзя. Если можно, то не в сам храм, а только в притворе стоять, чтобы все догадались, что тебя месячные. Ребенка родила, значит, до 40 дней в храм заходить нельзя. Через 40 дней женщина читает при входе в храм специальные молитвы, которые называются очистительные. Так что, даже родив ребенка, женщина стала нечистой. Если она с батюшкой эти молитвы не прочла, она нечиста, в храм зайти она не может. Зайдя в храм, женщина не везде может быть. Например, в алтарь женщина попасть не может. В алтарь могут попасть только мужчины. Символически, когда священник сегодня, многие же батюшки возрождают там традиции, а в том числе на практике возрождают древний такой обряд, когда крестят мальчика, батюшка берет его после крещения и заносит в алтарь, обносит вокруг престола, выносит наружу. С девочкой такого сделать нельзя. Хотя, казалось бы, она только что крещена. Только что первородный грех с нее был смыт. Нет. Например, в женских монастырях, где там нужно прибираться, вопрос уборки в алтаре решают, как правило, очень старенькие бабушки, у которых много-много лет назад еще климакс отшумел, который, в принципе, сейчас уже по большому счету является бесполым. Ну и, конечно же, вопросы духовенства. Значит, все три проявления традиционных аврамических религий и христианства, и ислам, и иудаизм, вопрос духовенства решают только однозначно в сторону мужчин. Хотя сегодня, конечно, либералы, многие протестанты против этого протестуют, но численно, конечно, они составляют, ну, такое вопиющее меньшинство среди самих своих, даже, динаминаций. Во-первых, во-вторых, появление женского священства, точнее, пастырства в протестантских динаминациях привело к мощнейшему оттопу оттуда, ну, в другие динаминации, в частности, сначала к католикам в 70-е годы, а потом к православным. Сегодня, в общем-то, большинство тех, кто выбирает, если мы почитаем биографии, так называемые самые быстро растущие христианские динаминации в истории мира. Это Американская Православная Церковь, как они себя позиционируют. Практически все главные деятели сегодняшнего американского православия являются, во-первых, неофитами, то есть, новообращенными, вот, и почитать их биографию мы можем видеть протест против того, что происходит сегодня в протестантских общинах. Женщины на место пасторов приходят, женщины-лесбиянки руководят протестантскими динаминацией, имеют протест людей, ищущих традицию, то есть, обращающихся не к тому, чем сегодня стало христианство, а к тому, чем оно было основной часть своей истории. И таких людей это вызывает протест. То есть, грубо говоря, христиане хотят, чтобы женщины были дискриминируемы. Да, есть примеры, конечно же, выдающихся христианок, святых, которые все, если к ним приглядеться, все весьма своеобразны. В частности, например, святая равноапостольная княгиня Ольга, если мы почитаем ее канонизированное житие, ну, в частности, в повести временных лет, то мы, конечно, можем увидеть в том, что это была, в принципе, не женщина. Это был князь, ну, так получилось, что женского пола, потому что все ее поступки, поступки мужские, в традиционной иконограде и даже в современной, в частности, на фреске Васнецова она видна, в общем-то, одетой в мужской, княжеский, как он называется, охабень, опашивание, охабень из головы выскочила, со всеми символическими, различными там чертами, которые приличествуют именно княжью. Единственное отличие, это платок на голове, который у нее под княжеской шапкой, и отсутствие меча. Хотя, многих князей тоже изображали с отсутствующими мечами, как знак того, что в эпоху их княжения был мирный период. Так что, женщины были святыми, не потому, что они были женщинами, а потому, что они были святыми. Они переступили это. На примере женской одежды, там, перетягивания, вот этих сарафанов, я многократно об этом говорил. К этому мы еще придем. Итак, через женщину грех вошел в мир. Через женщину началось падение человека. Через женщину запретный плод, это проклятущий Адам взял. Первые слова, которые произнес Адам. Бунт Адама против Бога. Что он сказал Богу, когда Бог искал его по райгрелу Адам? Ау, где ты? Что ты спрятался это? Что ответил Адам? Он сказал, жена, которую ты мне дал, она ела запретный плод и дала мне. Таким образом, Адам обвинил Бога в том, что Бог сам ответственен за то, что в грех вошел в человеческую природу. Люди стали смертные, в мире появилась болезнь, в поте лица твоего будешь получать хлеб свой, и земля в основном даст там всякие сорняки, различных проклятий. Бог-то наговорил вслед Адаму и Еме, когда вышвырнул их из райского сада, вот, и запретил туда вход. Вот мы, в частности, что такое женщина? Какую участь отводит женщине? Ну, апостол Павел. Жена в безмолвии, да учится всяким покорением. Жене же учить не повелеваю, ни же владеть и мужем, но быть и в безмолвии. Я читаю церковно-славянский текст послания апостола Павла. Адам, Бог прежде создан, быть потом же Ева, и Адам не прельстися, в преступлении быть, спасется же, он говорит о женщине, чьи дороди ради, через чьи дороди, вставочка, аще прибудет в вере и любви, ибо святыни с целомудрием. Так что это женская доля. Даже в традиционных религиях, опять же говоря, о православном старобрячестве, фишка которого, это воскрешение, или, как и называют старобряцы, сохранение самых древних христианских традиций, даже само посещение храма разделено очень четко. Женщины стоят на бабьей стороне, мужики стоят на освоении, очень четко даже внешний дресс-код у них выполнен, совершенно по-разному. Так что до сих пор в старобряческих храмах это соблюдается и в новообрядческой современной православной церкви, в частности Московской патриархии, это уже понемножечку перетекает. Поскольку жена неправильна, муж должен ее учить. Вообще в традиционном средневековом русском языке учить равносильно, слово имело два значения. Во-первых, передавать определенные знания, во-вторых, наказывать тех, кто эти знания не хочет получать. Поэтому учит муж жену, это означает бьет. Можно было или нельзя, сегодня батюшки говорят, да нет, нет, это просто вот такое, какое-то искажение было определенное. Вот перед вами строки из домостроя. Гуманистической книги своего времени, написанной одним из самых образованных людей своей эпохи, духовником самого царя-батюшки. И автор пытается регламентировать семейное насилие, поэтому он запрещает мужу бить жену, чем попало и куда попало, и обрисовывает те части женского тела, куда можно бить. Для чего? Для того, чтобы сохранить ее целевую пригодность, для того, чтобы она чедородие свое после этого не потеряла. Вот, поэтому, значит, в каких попало места и чем попало, бить нельзя. Поэтому, значит, ну, по большому счету, значит, здесь такой своеобразный людоедский гуманизм, но он присутствует. Любой может эту книгу скачать сегодня, не прочитать или за скриншотить. Вот, и с помощью этого текста сегодня спорить с теми, кто говорит, что православие никогда не учило женщину бить. Учило, как правильно, куда правильно, с какой правильной силой и какой частью тела или каким предметом жену нужно бить. Известная фреска. Даже наказание княгини Лопухиной, даже верха общества, даже распущенного в 18 веках, все-таки определенной грани перейти не могли. Из-за уж совсем, значит, наглую сексуальную распущенность могли даже представители высшей и высшей аристократии быть прилюдно пороты, наказанной. Причем ни в коем образом не мужчин, только женщины. Это эпоха Екатерининская, подчеркнув. Если мы коснемся цифр бытового насилия, то мы увидим нехитрую корреляцию, что наибольшее количество случаев домашнего семейного насилия в общем-то связаны с теми регионами, где преобладает традиционное христианство, традиционный ислам. Ну, насчет традиционного иудаизма здесь трудно говорить, но сейчас мы видим вот эту картину. Правда, почему-то Антарктида здесь закрашена в этот свет. Ну, наверное, у пингвинов то же самое примерно происходит, тем более, учитывая, что в Антарктиде был построен первый храм в мире, причем от храма православный. Так что, возможно, на уровне пингвинов или полярников этот вопрос решается примерно так же, как в Лесота или на Святой Руси или в Бангладеше. Ну, возможно, примерно так. Так что мы видим на уровне цифр вот эту корреляцию. То есть, на уровне гейропы, где лесбиянки проповедуют в храмах, мы видим другой уровень. На уровне проклятой мировой закулисы англосаксов и США мы видим уже несколько другие цифры. Так что, определенная корреляция, размышляйте, пожалуйста, сами, чтобы она могла значить. Ну, и теперь, конечно же, обещанная клубничка. А как быть с теми, кто чего-то там неправильное хочет сделать? Нарушает запреты. Нарушает запреты, которые обозначены однозначно. Обозначены однозначно. Надо рэперам продать это фразочку. Значит, ну, во-первых, каждый православный христианин приходит в храм на исповедь. Батюшка исповедует его по специальным книгам, которые выпущены централизованно, имеют определенные благословения, разрешения для публикации. Они все очень строго цензурируются. До сих пор в этих книгах присутствуют определенные вопросы. Для неопытных батюшек о чем спрашивают? И эти опросники, они в первую очередь, значит, регламентируют сексуальную жизнь. Не имел ли ты блудных помыслов, это ладно, но не имел ли ты блудных контактов? С кем? Во-первых, почему-то с птицами. То есть, это один из первых вопросов, не блудил ли ты с птицами. Поэтому, если неопытный батюшка, либо наоборот, бравирующий своей традиционностью старобрядческий поп, тебя исповедил, он открывает эти книги, спрашивает, тебя не блудил ли ты с курами? На втором месте это крупный рогатый скот. На третьем месте это твоя жена, женщина, с которой ты имел анальное сношение. На четвертом месте это мужчины, с которыми ты блудил. Но их самое, конечно, худшее, это грех всех грехов, если ты блудил с самим собой. Но не так, как это там мифологически делает Мерлин Мэнсон, а просто мастурбация. Речь идет о том, зачем гонялись батюшки с самым большим вниманием, с самой большой ненавистью к этой теме. Вот, наказания, которые были, полагались и до сих пор полагаются, поскольку в церкви до сих пор действует юстинианский принцип, что церковный канон перестает действовать не тогда, когда книжки с содержанием этого канона перестают публиковаться, а когда он отменен, когда он признан более няко не бывшими. Особенность православия, фишка православия, типа традиционность, в том, что эти каноны, ну, практически никто практически никогда не отменяет. Поэтому в православии можно в самое мракобесие погрузиться, оно присутствует, в отличие от католической церкви, со своим учением о развитии догматов, которое регулярно перетряхивает и догмы, и вероучительную практику, и определенную бытовую этику для того, чтобы что-то разрешить, что-то запретить. Вот, значит, православие не так. До сих пор эти все каноны действуют, то, что где-то они соблюдаются, не соблюдаются. Эта речь идет лишь определенная ритуальная практика, сложившаяся в определенном конкретном приходе. Так что, проглядев вот эти самые предписания, запреты, мы можем увидеть интересную, значит, картину жизни средневекового человека. Для экскурса в сексуальную историю, конечно, это просто находка. Мы ждем наших семиотиков, наших Фернанов-Брадели, которые, ну, уже, в принципе, есть. Книга, интересующемуся темой, я адресую книги ныне покойного, первого и последнего, единственного российского сексолога Игоря Кона. Книга «Клубничка на березке». Если вы ее найдете, там он пытается окунуться в то, собственно говоря, как выглядела сексуальная жизнь. Причем, и по книге Кона, и по воспоминаниям иностранцев опубликованы в России, средневековой, традиционной России, всегда преобладали две крайности. Во-первых, количество различных запретов, которые накладывались практически на все. И одновременно с этим это чудовищная сексуальная распущенность, в особенности в деревнях, в низах общества, и количество гомосексуалов, открытых, на которые прямо бросались в глаза, значит, средневековым или позднесредневековым католическим или протестантским путешественникам и мусульманам, которые по Святой Руси ездили. Это прямо бросалось в глаза в сравнении с их общинами. И это нашло свое документальное отражение, читайте мемуары иностранцев, путешествовавших по России. Но так или иначе мы видим подробную регламентацию. Что, где, как, каким образом и прочего. То есть, мы видим запрет, например, анального секса, запрет даже на определенные разговоры и действия на людях. И самое главное, что, к примеру говоря, что можно, что нельзя делать, на первое место опять же даже выделяется не анальный секс, даже не гомосексуальный анальный секс, а вот та самая, та самая молокия, как ее называли на Руси, то есть рукоблудие. Так что, сегодняшняя православная церковь, когда протестует против, значит, не на высшем уровне, не на официальном уровне, а на таком низовом уровне каких-то активистов, которые вот эти догмы пытаются озвучить, конечно, это иногда выглядит очень смешно, тем более, учитывая внешний вид тех, кто протестует, вот, но они действуют, исходя не от ветра головы своей, а на основании канонов, которые были и есть православной церкви до сих пор. Ну и самая клубничная клубничка, конечно же. Мы говорим о людях, которые по учению Платона имели божественность особую, по христианству, которое все-таки не до конца могло в себя интегрировать платонизм. Это самый, конечно, высший грех. Апостол Павел, один из главных христианских сексологов и сексопатологов, обозначает, что можно, что нельзя, даже объясняет, почему можно, почему нельзя. Он говорит, вводит термин противоестественность. И, в общем-то, тех людей, которые испытывают сексуальное влечение к представлению своего пола, говорит, как о самом, самых, самых худших людях, как у нарушителя фактически человеческой породы. В средневековом мире от них просто старались избавляться. Ну, понятно, что не везде и не всегда об этом тоже скажу подробно, но средневековые рукописи, в особенности европейские, причем вплоть до позднего средневековья. Вот, поздние самые наказания, смертные наказания, смертная кальза, садомию, они аж к 19 веку, к середине 19 века относятся. То есть, христианский мир, он очень долго сопротивлялся признанию легализации гомосексуалов. Для них особые казни, для них особое отношение, поскольку эти люди нарушают самое главное в том, что такое человек. представление о человеке и о том, для чего, собственно говоря, нужно жить человеку. Но, как римляне говорили, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Так что, как любят шутить до сих пор будущие батюшки в православных семинариях, нельзя никоим образом, ни в коем случае, но если очень сильно хочется, то можно. В особенности, конечно, в Санкт-Петербургской духовной семинарии, которая вообще стала таким особым гнездом, из которого вышло очень многие одиозные батюшки и даже епископы. В частности, то, от чего православные начинают округлять глаза, брызгать слюной, скалить зубы не только православные, в общем-то, и католики, и радикальные протестанты-баптисты, например, различные сектанты парахристианские, типа святели Иеговы или мормонов. это легализация однополых союзов. В данном случае это кадр из сериала «Симпсоны», где эта тема тщательно обыгрывается, можете найти, посмотреть сами, каким образом. Значит, итак, здесь мы видим определенные каноны, которые касаются гомосексуальной связи. Сразу бросается нам в глаза, что если это совершено в монастыре, где все одного пола, то радикально понижается наказание за это. То есть, если это делают люди мирские, которые живут в грекопадшем мире, то для них самое суровое наказание. Но если это делают представители своего собственного клана, духовной аристократии, монахи, то для них все гораздо мягче, мягче, проще и, в общем-то, простительно. Один из главных ревнителей, в данном случае картина художника из головы выскочил. Картина называется «Царь Иван Грозный умоляет игумена Корнилия постричь его в монахе». Здесь картина пестрит очень многими деталями. Русские художники вообще очень любили такие философы детали. Иван Грозный, который в поздний период опричненный ходил в монашеском облачении, который постоянно настаивал на возрождении традиционного христианского целомудрия, уж тем истоглавого собора, который попытался это осуществить. И за его спиной, опираясь на спинку царского стула, стоит Федор Басманов, один из главных царских, наиболее близких людей, по свидетельствам очевидцев, по его собственным словам, это царский любовник, который танцевал перед царем в женской одежде, сопровождал его всегда, который заявлял о том, что он наиболее близкий к царю, даже вплоть до того, что даже своего отца, который тоже был опричником, он довел до смерти. Так что, невзирая на высшую степень христианского благочестия, на чем настаивали опричники, значит, проводя бесконечные богослужения, пока люди видят, пока не видят, они, видимо, занимались другими делами. Так что, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Тема чрезвычайно распространенности гомосексуальных связей среди высшей церковной иерархии продвигалась и продвигается до сих пор попытки этих расследований. Значит, отец Андрей Кураев на этом сделал свою мрачную карьеру, в общем-то, в современном православии. Значит, мое поколение помнит Кураева как человека, который звал людей в церковь на основе Толкина или Юлиса на основе такого просвещенного консерватизма. Вот, сегодня для нового поколения он сделал для себя имя, разоблачая сексуальные, гомосексуальные скандалы в духовных семинариях с участием высшего церковного церковной иерархии. Ну, Кураев за это поплатился абсолютно всем, начиная со своих профессорских, преподавательских, управленческих должностей и заканчивая самим своим саном. Конечно, не только он, но и другие, помнят те, кто в теме одиозной фигуры епископа Никона Екатеринбургского, епископа Аркадия Южно-Сахалинского и Курильского, которые фактически в свое время правления этими епархиями превратили по большому счету в гей-клубы. Поскольку практически все духовенство в этих епархиях прошло в эпоху посвящения в духовенство прошло через постели этих архиереев. Об этом много говорят, запишутся, хотя сейчас интернет вычищает, но, как говорят бандиты, если возникнет какой-то вопрос, то я могу в данном случае за базар ответить, поскольку документальный сведет всего этого имеется. Например, один из моих хороших приятелей, православный батюшка из Сахалинской и Курильской епархии, не буду называть его имя, но он постоянно, когда эта тема поднимается, он берет себя в колокол говорит, я единственный, кто был епископом Аркадием, поставлен священнике и не прошел через его постель. Так что эта тема продвигается всегда. Епископ Никон Екатеринбургский называл себя поганой блудливой девкой, бабой, каялся при собрании всего духовенства, которое весьма просвещенное было при нем, с которым он вел непримиримую борьбу, пытаясь за свои епархии сделать примерно то, что, ну, правда, на пустыне, на пустом месте, восстанавливая после атеистической разрухи единственную красную безбожную область Советского Союза, это сделал епископ Аркадий на Сахалине, с Никоном не совсем так это было. Аркадий ныне отправился в другие дали, если они существуют, но с епископом Никоном несколько другая ситуация, там более интересная история. В частности, если мы посмотрим на поборников, например, традиционного православия, допустим, это создатель знаменитой православной идеологии, первой светской православной идеологии, которая, тем не менее, включала в себя православие наравне с самодержавием, наравне с народностью, это граф Сергей Семенович Уваров, министр просвещения, который, не скрывая, жил в гомосексуальном союзе со своим другом, добивался его назначений, добился на должность руководителя Российской Академии Наук, так что в данном случае это не просто было распространено, но в свое время, где-то в 1860-е годы среди российских либералов, вообще ходил мем, что если ты славянофил, то, скорее всего, ты садомин, поскольку вот среди тех, кто выступал за традиционные ценности, за возрождение истоков, за превращение православия в норму жизни, вот большинство тех писателей, публицистов, которые эту тему продвигали, ну, большинство их было замешано в весьма специфических скандалах. Ну, смотрите сами, например, была такая серия, выпущена «Русский путь», в которой публиковали все, пытался, Олег Платонов пытался опубликовать вообще всех, кто настаивал на возрождении традиционного православия в 19 веке. Ну, большая часть тех, кто более опубликованы, можете загуглить, так сказать, их историю. Ну, про Виталия Милонова, главного цензора Российской современной Госдумы, говорить плохо не буду, потому что не хочется, а просто потому что не буду, но говорить о том, что в интернете до сих пор лежат невычищенные сведения о его принадлежности к питерской гейской тусовке, еще до его воцерковления, до его фотографии радужного периода. Так что, как говорится, наш вебинар, а не лекция, я лишь призываю, если эта тема интересна, гуглите сами, разбирайтесь сами, только не забудьте включить VPN, для того, чтобы вам интернет выдавал все результаты поисковых запросов, а не только те, которые проходят сквозь сито Роскомнадзор. А как же было, значит, ладно, можно сказать, что люди грешные, куда им деться, вот, все мы в грехе, все мы грешные, но как же быть с теми, кто как бы негрешный, как же быть с однополыми союзами, это признает их церковь, или не признает, да, то против чего сегодня православные выкатывают глаза, обзываются гейропой, значит, возмущаются против пропаганды в школах и так далее, в частности, к примеру, один мой знакомый, просто приведу пример, который в свое время был активистом движения «Голосы», протестовал против коррупции, вбрасывания бюллетеней на выборах и так далее, с началом войны он перешел на другой лагерь. И на вопрос, а почему, собственно, ты перешел на другие позиции идейные, вот, при том, что действительно человек был противником коррупции, сторонником законов. Он ответил, что нужно быть против Запада сейчас, та война, которая сегодня ведется, это война против Запада. В данном случае я ни с кем сейчас не спорю, то же самое высказывают официальные все идеологи, Симоньян, Соловьев и прочие, но, значит, которые прыжут слюной в сторону англосаксов и гейеров, и не об этом речь. Я привел пример для того, чтобы обозначить мотивацию моего хорошего знакомого, а почему нужно быть против Запада, виляя, виляя, в итоге сказал, ну, потому что, иначе они придут к нам сюда и сделают всех наших детей асами. Вот это то, что лежит в основе сегодняшней такой гетеросексуальной идеологии, но не всегда на самом деле так было. Дело в том, что Церковь признавала и даже благословляла союзы однополые, в частности, перед вами святые Сергий и Вак, которые прошли через таинство брата сотворения, которые до сих пор существуют в православных канонических книгах. Да, некоторые прошаренные батюшки сегодня говорят, что, не сказать, это имелось другое в виду, это просто значит благословение их как друзей. Сразу спрашивается, а зачем их нужно благословлять как друзей? Эпоха Византии все имела очень четкий финансовый эквивалент, экономический эквивалент, в частности, конечно, например, это право наследования, это право собственности, которое вслед за твоим брата сотворенным другом, или супругом пропадает, имеешь ли ты право наследовать то, что от него достанется? Это, во-первых, говоря о кодексе христинианам. Во-вторых, конечно, сама формулировка. Если мы посмотрим на тексты этого таинства брата сотворения, то мы увидим, что очень многие формулировки точности такие же, как в православном чине-венчане. Так что сегодня церковь, выкатывая глаза, искали зубы в сторону геероба, в свое время, когда это было нужно, в римской культуре, которая только училась еще быть христианизированной и приучаться к тому, что иудео-христиане настаивают на понятии, на своем представлении понятия чистоты. Но тогда церковь была другой. Так что она, когда ей было нужно, вовсе даже не отрицала союзы гомосексуалов и не отрицает до сих пор в частности большой скандал русской православной церкви и финляндской православной церкви, которая в свое время подчинялась русской православной церкви, с этим вышли очень большие проблемы. Потом она перешла под подчинение Константинополю, но проблема в том, что финляндская православная церковь первая из всего сообщества, так называемого литургического сообщества, то есть православная церковь, которая друг за другом молится, то есть считает друг друга правильными. Потому что сект движений очень много православных, огромное количество, невероятное, в один список не вместить так, чтобы разместить его просто в виде скриншота хотя бы на одной страничке. Их очень много, но мы говорим о тех, которые друг друга признают каноническими, то есть считающими, что в момент превращения слов священника хлеб и вино превращается в тело и кровь в Христовы. И люди, которые живут духовной жизнью в этих церквах, потом имеют возможность попасть в Царство Небесное. И вот финляндская православная церковь одна из таких, и она первая не просто допустила участие гомосексуалов в церковной жизни, священных, таинствах, но и настаивала на том, что эти люди имеют равные права с гетеросексуалами. А руководство финляндской православной церкви нередко высказывало личное мнение в пользу значит даже допущения гомосексуалов до священного сана. Поскольку почему нельзя допускать, если мы разрешаем причащаться, вот разрешаем им жить благочестивой жизнью, почему мы ограничиваем их в таинстве духовенства. Так что сегодня финляндская православная церковь это такой наиболее либеральный пионер из всего этого сообщества, так что до сих пор это в общем-то есть. Вот, помню возмущенную смс-ку от моего православного приятеля, который тогда служил в ФСБ, когда на полиентальном Евровидении бородатая женщина выиграла Евровидение. Это что же у них там творится. Он мне написал в этом возмущенном сообщении, используя слова они у них развратились. Ну и нецензурные термины я, конечно, опущу. В данном случае в православии такого быть не может, говорит православная церковь, вербуя для себя сторонников, которые возмущаются вот этим смещением гендерных ролей. Об этом мы говорим. Смещение гендерных ролей. Ну, конечно. Про Ксению Петербургскую очень многие сегодня. Например, бывший батюшка Александр Усатов на эту тему очень много. Это известный православный протоиерей, весьма активный деятель православной церкви, который совершил камин-аут, ушел из православной церкви, эмигрировал на запад, вставил себе серьги со стразами, сбрил бороду и эмигрировал волосы. И сегодня ведет очень интересный блог и сайт, на котором рассказывает о гомосексуальной практике в истории православной церкви. Я вас адресую, конечно, к батюшке Александру Усатову. Значит, один момент, меня тут бомбардируют какие-то боты. Вот, значит, Ксения Петербургская, которая приняла имя своего мужа, оделась мужскую одежду, ходила и выдавала себя за мужчину. В чем принципиальное отличие от Кончиты Вюрст? В том, что Кончита Вюрст не православная, и Аксения Петербургская была православной, в общем-то, о ее подвиге, ее родство стали говорить уже ближе к концу ее земных дней, и в особенности после окончания ее земного пути. Многие, целый ряд есть женщин, которые не довольствовались духовностью не многочисленных, страшно не многочисленных православных женских монастырей, принимали мужское имя, постригались с мужским именем в монастыре и жили под мужским именем и становились святыми. В данном случае речь идет о канонизированных православных святых, которые были по большому счету квир-персонами, которые были по большому счету как минимум трансвеститами, которые одевались в мужскую одежду, выдавали себя за мужчину и вели мужской духовный образ. Досифей Киевский это та самая святая, тот самый святой, как угодно хотите, который благословил на монашеский подвиг Прохора Мошнина, известного как Серафим Саровский. Так что великий Серафим Саровский получил благословение на то, чтобы уйти в монастырь и заниматься духовной деятельностью от трансвестита. Так что говорить о том, что православная церковь против этого, ну, смотря для кого? Если для широкой публики, да, если для людей знающих, то, ну, абсолютно, абсолютно нет. Как к этому относиться, например, попытаться совместить небинарность, так называемый модный термин сегодняшний, квир-переход, транссексуальность, смещение гендерных ролей, христианство, ну, по большому счету, только один единственный человек попытался вот этой крайности совместить. Это Василий Васильевич Розенов в своей легендарной книге «Люди лунного света», в которой он совмещал христианство с вот этими бородатыми венерами древности, с этим, со смещением вот этих вот определенных способов образов поведения и мышления, доказывая о том, что христианство имеет очень большой, очень большие трудности с наложением. И еще до открытия современных сексологов Василий Васильевич Розенов в общем-то понял, что значит да, для размножения да, на хромосомном уровне все очень просто. Х-Х либо Х-Y, хотя в его эпоху, конечно, этого не было, столько поведенчески обнаруживалось. Для размножения нужны только мужчина и женщина, но на поведенческом уровне все гораздо сложнее. Сегодняшние сексологи говорят то, что пророчествовал, о чем пророчествовал, и еще Василию Розенов о том, что в жизни в обыденной полов, ну как минимум не два. Сегодняшние самые консервативные сексологи говорят о пяти либо восьми социальных гендерах, а некоторые говорят там о 22-23-х. Василий Васильевич Розенов пытался совместить христианскую догму с тем, что видно в жизни и тем, о чем говорит вся культура человеческая, которая гораздо старше, чем христианство. Правда, у него это получилось сделать с большим укором в сторону христианства, которое он так и не смог совместить и пенял на христианство, хотя сам в обычной практической жизни был очень набожным православным христианином, а умер как настоящий православный святой. Сегодня бабушки пытаются эту тему как-то оседлать, но делают это очень-очень осторожными шагами, но практически сегодня были попытки у отца Василия Зиньковского, это один из главных деятелей русского зарубежья, были попытки даже у отца Алексея Уминского, это ныне живущий богослов, но в общем-то по большому счету на таком попсовом языке попытка объяснить что-то о сексуальной жизни молодоженам, людям живущим в браке, практически едва ли не единственный пример, который по благословению издательским комитетом православной церкви сегодня выпущен, можете открыть и почитать и насладиться риторикой, насколько православные используют свою самую сильную сторону, насколько они жонглируют понятиями и создают внешне непротиворечивую картину из вопиющей противоречащих друг другу элементов. Так что, как говорится, завершим нашу тему, конечно, ни в коем случае нельзя глаза выкатим, зубы оскалим, слюной побрызгаем, но если очень сильно хочется, то можно. Поэтому, конечно, в традиционных религиях, на примере традиционного православного христианства, на самом деле вопрос сексологии никак не решается. Все очень-очень сложно. На идеологическом, конечно, но если речь заходит о конкретной позе, значит, о конкретных сексуальных отношениях между мужем и женой, о конкретном вожделении, которое православный мужчина, например, испытывает в отношении другого православного мужчины, или православного коня, или православного кактуса, или чего угодно, то все эти вопросы, чудовищно открыты и решаются только на идеологическом уровне. Ну и в качестве завершения, конечно, не везде так, если вы обратите внимание, то говоря о традиционных религиях, я прошелся по исламу, иудаизму, очень много покопался в христианстве, но есть и другое, конечно же, 18 плюс, потому что индуизм, говоря о традиционных религиях, он, конечно, совершенно иной точки зрения придерживается. Как все вот эти поганые язычники, как их клеймили христианские проповедники сегодня клеймят с отвращением в той же Индии живущей мусульмане, проповедовали совершенно иной, ну, в общем-то, не проповедовали, то есть традиционная духовная практика, которая сложилась до пришествия аврамических религий, иудаизм, христианство, ислам, эта традиционная практика к сексу, к полу относилась так, как писал Платон, так, как это до сих пор сохранилось в современном индуизме, как мы видим это на примере Камасутры или, например, на развалинах храма к Хаджухару в Центральной Индии мы можем видеть, так что, в общем-то, вот то выкатывание глаз и настаивание на традиционной семейственности, на скрепах, на бинарном распределении ролей, все это, во-первых, родилось, придумано было, родилось в иудеохристианском и исламском мире, во-вторых, отношение, конечно же, к традиции человека, человечества и даже к цивилизации человеческой отношениями весьма-весьма слабое. Спасибо за внимание, друзья, значит, если что, пишите, звоните, стучите по батарее, рад буду ответить на ваш вопрос, заказывайте темы, критикуйте, пиарьте, подписывайтесь, приглашайте других на наш канал, на наши вебинары, я постараюсь, чтобы было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому